В Караганде живет 9 участников войны. Одна из них 98-летняя Мария Шинкевич. Снайпер Мария, так называли ее однополчане, и берегли как зенит суока. Ведь именно солдат-стрелок на фронте поражает важные цели, и зачастую от его мастерства зависит исход битвы. Опытная снайпер Мария встретилась с начинающим снайпером Толкан и поделилась секретами мелкой стрельбы. Марина Золотарева расскажет подробности. Снайперы двух поколений с удовольствием обсуждают тонкости своего дела, как будто нет разницы в возрасте, а есть только общее. Хотя у старшего сержанта Толкан Бакижановой многочисленные победы и медали, состязания вооруженных сил и опыт международных выступлений. А у Марии Шинкевич вся грудь в фронтовых наградах, десятки уничтоженных врагов и опыт ожесточенных боев. Уроженка Карагандинской области, Асакаровского района. Когда началась война, Марии было 16 лет. Как и многие тогда, несмотря на юный возраст, Мария Шинкевич овладела сложной военной профессией. Воевала на 3-м белорусском и 1-м украинском фронтах. Стрелок всегда на острие атаки и всегда на самом напряженном участке боя, поделилась воспоминаниями ветеран. В первую очередь мы снайпер-снайпера должны убрать, потому что так и было. А потом этих пулеметчиков, они тоже мешали нашим солдатам. За нами очень зорко следили. Нам нужно было, конечно, укрываться, маскироваться и оставаться живым. У нас особых укрытий не было. На переднем крае только траншеи и всё. И там, если небольшой какой-нибудь выступ за него спрятаться, а так всё открыто. У нас открыто и было мешно. Толкин Бакижанова пошла служить благодаря ветерану Деду. Вдохновили его боевые рассказы. В армии уже 15 лет, но стрелковые навыки проявились чуть позже. Последние 8 лет старший сержант на армейских международных играх бьёт точно в цель. А теперь тактический стрелок узнала основы снайперской тактики от опытного ветерана. Очень много интересного узнала. То, что вот просто так она, выжидая свою жертву, она вот сразу не стреляет, а вот узнаёт, куда он направляется, куда движется, почему. И вот она выжидает вот этот момент, момент выстрела. Я бы не сказала, что прямо что-то новое добавлю. Это уже опытные люди видели войну. Просто я сама думаю, что надо быть хладнокровным, спокойным и всегда выжидать свой выстрел. В Каргандинской области 13 участников войны. Все получили праздник и вознаграждение – полтора миллиона тенге. Каргандинские военнослужащие поддерживают тесные связи с ветеранами. Это и дань уважения их подвигу и получения опыта от повидавших бойцов.